Привет, привет! Привет, привет! На канале Нет Я Сама! Где мы развивающие игры делаем своими руками, да? Сегодня у нас игра-эксперимент, Соня, и мы познакомимся с таким понятием, как трение. Что у нас для этого есть, Соня? Каландаши, рис и гудыка. Что нам нужно сделать, Соня? Нам нужно насыпать рис в бутылку, потом попробовать карандаш, поднять вместе с бутылкой, чтобы карандаш не выскочил. Давай попробуем. Нам поможет в этом сила трения, да? Насыпаем рис в бутылку. Рис мы уже за кадром насыпали в бутылку. Это процесс не такой быстрый, как нам казалось. Возьми теперь, пожалуйста, любой карандаш и засунь его как можно сильнее в бутылку. И попробуем ее поднять. Нет, нет, это острая стороной. Так, посильнее, посильнее. Ударь, ударь карандаш как молотком. О, давай теперь двумя ручками. Еще, еще. Хватает еще сил? Ну-ка попробуем поднять. О, поднимается, смотри. Видишь как? Мама, ну-ка попробуй теперь ты. Возьми другой карандашик. Сейчас я вытащу вот этот. Я возьму красный. Возьми красный и... И посильнее, правильно. Нет, нет. Острой стороной... Соня, как же будет мама сверху бить? По острой стороне? Острой стороной надо. И посильнее. И поднимается. Видишь, София? Видит? Я тоже. Попробуй. О, это работает сиватринье. О, класс. И упала. Соня, давай мы теперь тебе расскажем, как это работает. Перед началом второго эксперимента, давай попросим наших зрителей лайкать, комментировать и подписаться на наш канал. Да, Соня? Да. Не забыть про колокольчик. Чтобы... Подписаться. Чтобы не пропустить новые видео, Соня. Второй эксперимент. Воспроизводим те же самые условия. Мама, возьми, пожалуйста, любой карандаш. Соня, выбери маленький карандаш. Зелененький. И теперь, мама, возьми его просто в руку с ночевого. Бери его в руку. Убери пока бутылочку в сторону. Я мамой буду? Нет. И попробуй у мамы вырвать из рук этот карандаш. Крепко держится, да? Крепко. Не получается. Соня, а теперь мы тебе поможем. Уберем силу трения из этого карандаша. И между карандашом и маминой рукой. Мама, давай нальем масло в блюдце немножко и смажем этим маслом карандаш, Соня. И маме будет уже, я думаю, сложнее удержать карандаш без силы трения. Которая ей теперь не поможет, Соня. Соня, теперь ты мне поможешь намазать вот эту сторону. Маш, карандаш маслом. Маш. Вот эту сторону. Так, о, молодец. Все? Еще хочется. Мама, бери снова карандаш в руку, уже помасленный. Так, ну-ка, Соня, попробуй. Оп, вот и все. Видишь, как все хитро. Без трения ничего не получается. Оп. Вот и все. Древко вытаскивает, да. Да. Оно весило. Ну, у тебя же самая рука масляная. Да. Просто получается, что ты уже намазлила ручку свою. Да, и у тебя самая выскальзывает уже карандаш из рук. Теперь я. Ну-ка, давай. Опа! Не можешь удержать, да? Соня, а теперь наша рубрика на развитие гибкости мышления «Шире мысли». Поехали. Соня, я тебе буду задавать вопрос по теме нашей игры, а тебе нужно на них отвечать, желательно нестандартно. Хорошо? Да. Ты ведешь автомобиль, и машина попала на скользкую поверхность, например, на замерзшую лужу. Или на разлитое масло. Как поведет себя машина, и что ты будешь делать? Если она на масле просто, можно ее подтолкнуть и все. И она поедет? Да. А если она попала на лед, на скользкую поверхность, на скользкую дорогу? Да, может, мы переделаем лыжи. Лыжи сделать? Да. Вместо колес? Да. И тогда будет что? И она поскользит. Поскользит. И будет управляемая, да? Угу. Молодец. Следующий вопрос. Соня, вот два предмета. Один – это наждачная бумага, второй – это масло. Что можно с каждым из этих предметов сделать? Как ты думаешь? Посмотри внимательно, какая это поверхность. Это гладкая. Гладкая? Ну-ка попробуем. Как марсианец. Как марсианец? Какое применение ты можешь придумать этому предмету? Жёсткая. Жёсткая. Ну подумай, какие есть идеи. О, это инь и янь, мама, смотри. Наждачная бумага и растительное масло. Соня, смотри, поверхность очень шершавая. Где можно в жизни такое применить? В звёздочке. В звёздочке? Можно, например, мама пошкарябать на что сейчас, да? Прямо. Ну не надо этого делать, Софья. А ещё что? Папа пошкарябает. Меня? И вот это будет моё. И ты весь мой. А я буду весь твой? Хорошо, а с маслом что можно сделать? А с маслом? Просто вылетим на стол. На стол вылетим? Да. Такой вопрос. Идёт мужчина и в кармане у него кусок наждачной бумаги. Куда он идёт? Шкарябать диван. Диван шкарябать? Чей, свой или чужой? Чужой. Чужой? Да. А зачем? Просто так. Просто так? Он что, баловный? Да. А как он туда попалёт? Ему там дверь откроют? Да. То есть он идёт к своим знакомым? Да. Это к кому, например? Таня. Таня? Так, мама, теперь мы будем знать, если кто к нам придёт в гости. Первый вопрос, Соня, какой? Есть ли у вас в кармане наждачная бумага? Если есть, то до свидания. Дверь мы не откроем. Да, Соня? Потому что вы будете шкарябать нам диван. И последний вопрос. Вдруг пошёл дождь. Только дождь не из воды, а из растительного масла. Что мы будем делать? Мы все будем лепки и к землюбке приклеимся. Приклеимся? Да. Соня, ну что, давай прощаться. Мы узнали, что такое сила трения. Поиграли в нашу рубрику «Шири мысли» на гибкость мышления. Теперь скажем всем до свидания. Пока. Ставь лайк и подписывайся на наш канал. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok